Приветствую! Сегодня профильный комитет Верховной Рады по обороне национальной безопасности и разведке должен был рассматривать законопроект 10.378. И последняя информация, которая у нас есть, что они не приступили к его рассмотрению, потому что затянулось рассмотрение другого законопроекта, законопроекта под номером 10.062. Возможно, они еще будут его рассматривать, возможно, даже будет какое-то решение, но это маловероятно, потому что, как мы с вами знаем, законопроект 10.378, это новый законопроект о мобилизации, достаточно объемный, и там есть масса проблем. И вот здесь я хочу акцентировать ваше внимание на том, с чем же мы подошли к рассмотрению этого законопроекта в профильном комитете. В первую очередь нужно обратить внимание на то, что есть уже выясновок главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады, а это, на секундочку, это не депутаты, это профессиональные юристы, и могу уверенно сказать, что там действительно сидят профессионалы, потому что много раз, читая их выводы, я либо соглашался, либо расстраивался. Расстраивался от того, что я не находил в законопроектах тех моментов, которые видят они. И я вижу, что эти люди действительно заслуживают уважения, как профессионалы, и к их мнению нужно прислушиваться. Так вот эти люди на 43 страницах, вдумайтесь, на 43 страницах они расписали, какие проблемы есть в законопроекте 10.378. Мы, конечно, не будем говорить об всех проблемах. Я выделю одну только проблему, одну, на мой взгляд, самую главную. А сколько статей Конституции нарушает этот законопроект? Либо не соответствует им. Вот я на этом сосредоточился и просмотрел отчет главного научно-экспертного управления в разрезе несоответствия Конституции Украины. Так вот эти люди нашли следующее, что данный законопроект не соответствует, вступает в конфликт с 8 статьями Конституции Украины. Вы вдумайтесь, 8 статей из Конституции. Здесь, естественно, и статья, которая защищает право собственности. Здесь и те статьи, которые защищают право на конфиденциальность, на несобирание информации о человеке, потому что там много вопросов есть. По этому моменту здесь и присвоение кабинету министров полномочий, которых у него нет по Конституции Украины. Ну это вообще прекрасно, знаете, когда Кабмин подает законопроект, присваивает себе новые полномочия. Ну вообще класс. И другие статьи. И вот с этим мы подошли к, соответственно, рассмотрению в профильном комитете. Помимо того, что данный законопроект нарушает 8 статей Конституции, как считает научно-экспертное управление, он еще и содержит коррупционные риски. И соответствующий профильный комитет Верховной Рады, это уже депутаты, на 6 страницах расписали, какие же коррупционные риски содержит этот законопроект. И тоже считают, что он требует доработки. Комитет по соцзащите тоже нашел массу недоработок в этом законопроекте. Они на 16 страницах расписали, что там не так. К чему я веду? К тому, что, скорее всего, сегодня мы уже не получим никаких результатов по этому законопроекту. Но и самое главное, скорее всего, данный законопроект не будет принят в том виде, в котором подал его кабинет министров. Как мы с вами видим, слишком много людей, и в том числе депутатов, против этого законопроекта. Поэтому здесь я какую мысль хочу сказать, что, наверное, не стоит вам изменять там свою жизнь, планировать сейчас быстро переписывать недвижимость. Кто-то уже собрался ехать в Украину, чтобы там переписать недвижимость и прочее, и прочее. В этом нет на сегодняшний день необходимости. Давайте дождемся хотя бы принятия этого законопроекта в первом чтении, чтобы понимать, а что вообще они будут рассматривать. Даже так, не принятие в первом чтении, а принятие в первом чтении. И когда появится вот текст ко второму чтению, ну, вот в зависимости от того, что там будет, да, может уже нужно будет планировать какие-то свои действия. Сейчас этого не нужно. К тому же, да, забыл сказать, что там же подано еще несколько и альтернативных законопроектов. Их тоже нужно же все рассмотреть. То есть вся эта процедура затянется надолго. И может так случиться, что те ваши планы, которые вы сейчас уже задумали, там, с выводом налички, с банковских карт, с переписыванием недвижимости, с переписыванием автомобилей, все эти расходы, все сложности, которые это порождает, скорее всего, окажутся все-таки ненужными, потому что в том виде, в котором подан этот законопроект, однозначно уже он принят не будет. Друзья, я продолжаю следить за тем, что происходит вокруг этого законопроекта. Новости выкладываю как в Ютубе, так и более оперативно в Телеграм-канале у себя. Поэтому подписывайтесь на мои каналы, ну а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.